Ну секундочку, вот теперь уже давайте я вначале представлю. Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня, мне сказали, почему каждый день, говорю, время. Ну, просят говорить, поэтому и говорю. 10 часов 30 минут – это город Чикаго, 11.30 – это город Нью-Йорк, и 18.33 уже это город Москва, временные пояса, часовые пояса. А ты, какой у нас сегодня? 3 августа 2020 года, тоже просят называть год. И мы сегодня ведем очередную трансляцию с контактером Ириной Подзоровой. И сегодня у нас в эфире София Бланк. Ну и какие-то вещи, которые мы будем задавать из того, что у нас задают в чате, то, что хочет задавать конкретно София Бланк. Ну и Ирина, пожалуйста, можешь представиться. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина Подзорова, и я являюсь контактером с внеземными цивилизациями. Сегодня рядом со мной присутствуют мои внеземные друзья. Дни Шиоли, планета Шимор, специалист по астральным взаимодействиям и Нит Гаскауэкс, планета Ислер, биолог, психолог и специалист по инопланетным формам жизни. Ну и, как всегда, мой друг Максим... Я здесь рядом, но меня не видно. Я все слышу, если что. Да, да. В материальном теле надо добавить. Да, мы делаем. Пока. Давайте, когда мы приступим, у нас вопросов будет много и будет много фотографий. Наверное, давайте я задам один всего вопрос из чата по поводу... У нас была, Ирина, у нас была программа, она называлась Кристалл Андара, энергия Кристалла Андара. И в этой программе было много вопросов, что такое Кристалл, где его так купить уже. Знают ли наши братья по-разному, что такое Кристалл Андар, для чего он был принесен на Землю и каковы его функции. Еще раз и название, пожалуйста. Кристалл Андара. Андара? Андара. Да. Андара. Андара. Ну, что они... Вот они мне сейчас двое говорят, а что не знают, что конкретно вы называете. Может, они по другим именем его знают? Может быть, коротко опишите, что это? София. Мы получили в конце марта сообщение от наших галактических друзей, что на Землю направлены энергии Кристалла Андара. Кристалл Андара – это космический кристалл, являющийся сплавом из 80 видов кристаллов, обладающий мощнейшей позитивной энергией. И подарок высших состоял в том, что они на Землю направили энергии этого мощного Кристалла Андара и передали нам методику, как мы можем получить Кристалл Андара. А методика состоит в следующем. Мы мысленно переносим энергию Кристалла Андара на любой из наших кристаллов. И энергия Кристалла Андара дополняет энергию природного кристалла. То есть практически, допустим, у нас Кристалл Кварца. Мы на него перенесли энергию Кристалла Андара, космического кристалла. И этот Кристалл Кварца обретает свойства Кристалла Андара плюс природные свойства, которые он имел. Вот о чем идет речь. Понятно. Теперь уже понятнее он сказал, что энергии Кристалла, который мы сейчас назвали Андара, то, что вы сейчас назвали в терминологии Межзвездного Союза, это энергии тех плазмоидных миров, которых как кристаллическое тело, такие есть. То, что вы назвали как перенос энергии на физический кристалл, это как, ну можно сказать, зарядка его. То, что вы назвали даром космических цивилизаций, то это говорит о том, ну как о контакте человека, который будет в контакте с этим. Просто мы называем не Андар, а Андара это самоназвание, скорее всего, либо всей этой цивилизации, либо группы цивилизаций, скорее всего, то, что вы назвали из 80 сплавов, которые входят в этот кристалл, да, я сейчас скажу, то, что входит в этот кристалл из 80 сплавов. Почему назван сплавами? Потому что это так восприятие того контактера, который воспринял, что как в металле есть сплавы из различных компонентов, то есть в сплаве есть металлы, различные компоненты, так в этом групповом разуме плазмоидного происхождения есть разные разумы. Ну вот так вот он воспринял, вот так вот ему передали, ну в образной форме. Потому что иначе сознание человека, которое привыкло к трёхмерным понятиям, к понятиям именно физического мира, оно иначе не переведёт на язык привычный. Сплав, радуга – это вот обычные понятия для передачи тех реальностей, которые существуют в плазмоидной цивилизации. То есть, возможно, это самое название всей этой общности плазмоидов. Возможно, это вообще имя одного из них. Ну почему кристалл? Потому что у многих плазмоидов именно тело, ну тонкоматериальное уже выходит, не физическое, а тонкоматериальное, но они в нём воплощены. Оно как напоминает кристалл. Может быть разные формы, цвета, размера. Оно может меняться, но оно как кристалл напоминает, за гранью. То есть, последнее, я просто объясню, София, в последнее время большое количество групп тонкоматериальных плазмоидных цивилизаций помогают нашей цивилизации, направляя сюда огромное количество энергии. Энергии, которые они структурируют, которые они создают, именно конкретно для развития и для осознанности нашей Земли и нашей цивилизации, которая здесь находится. То есть, это огромная работа у них проводится. И я знаю группу не одних таких цивилизаций. То есть, Андара, это может быть как раз действительно группа цивилизаций, объединённые в единый поток, которые направляют с различных уровней или с различных цивилизаций в единый поток энергии, которые мы через свои мысли можем трансформировать, заряжая кристаллы. Потому что кристаллы – это отражение тела этих цивилизаций. Да, и действительно, ещё больше я укрепился в мнении, что это именно плазмоидная цивилизация, а не что-то оплотно материальное, потому что вы сказали именно о заряде другого кристалла своими мыслями и наделении его свойствами андары. Это говорит о том, что кристаллическая решётка любого вещества, она как бы лучше удерживает энергию, чем просто аморфное вещество. Хорошо. Так, дорогие друзья, Ирина, я буду сейчас показывать экран, и на экране мы будем видеть фотографии. Это фотографии, которые делала София Бланк, Кирляна фотографии. Надеюсь, всем, не смотрящим с телефона, всё будет видно. Но я могу сделать скрупнее, на самом деле. Я буду делать скрупнее. Вот такая вот фотография. Я тогда не увижу, если я сделаю совсем крупное, я не увижу описание. Я пишу, я пишу. Вы долго будете описывать? Не буду долго, Майкл, но это же важно. Ну так я же могу прочитать, а для чего? Не надо читать, я расскажу, Майкл, я расскажу. Говорите. Пожалуйста. У нас много фотографий, говорите. Значит, пожалуйста, опустите немножко ниже, вверху фотографии не видно, наоборот. Опустите, опустите. Вот так. Окей. Во-первых, Ирочка и Максим, спасибо вам за пространный, замечательный ответ, разъясняющий. И попутно ещё вопрос к тому, о чём мы с вами говорили. Значит, была информация о том, лет 15 назад, что кристаллам, которые находятся в горах Бразилии, придано дополнительное свойство, высшими придано дополнительное свойство детоксифицировать землю от яда химикатов, которые, ну, вы знаете, в силу нашего отношения, такого варварского к земле, заполонили землю. И, кроме того, детоксифицировать человека, который носит бразильские кристаллы на себе, разрушать яда химикаты в его теле, которые он накопил там в процессе еды, потребления воды и всё такое. Так ли это? Что нам скажут наши космические друзья? Да, я понял. Сейчас. Мисс Гаскаус отвечает. Он говорит, что если в определённом месте Земли и земной коры кристаллы сами активизировались без помощи человека, были наделены особой энергией для того, чтобы... ну, как, переводить, чтобы переводить органы, частоты органов человеческого тела в более здоровый режим, то эти кристаллы заряжали 90% вероятности того, что эти кристаллы без участия человека заряжали представители плазмоидных цивилизаций, которые были, ну, как за землю отвечают. Ну, мы их называем представители земной стихии. В этом активно участвует и та же самая группа Крайона, например. То есть это совокупность плазмоидных тонкоматериальных цивилизаций, уже она с десятой по 22 уровень плотности уже фактически включает и 156 цивилизаций на последний момент, как я узнавал про Крайона тонкоматериальных, в которые включают в себя дух плазмоидов Земли, плазмоидов воздуха, воды, огня и определённых мест природы, а также группу солнечных цивилизаций, тонкоматериальных плазмоидных цивилизаций, которых называют солнечные существа, света, да. И они могут, ну, как самостоятельно заряжать кристаллы, потому кристаллы, они очень хорошо удерживают в себе энергию любые, хоть от человека, хоть от плазмоида. То есть что такое, как его вообще можно заряжать? Мыслями своими и чувствами светлыми человек или плазмоид, он модулирует как бы, да, модулирует свою жизненную силу, которая от него исходит. И эта модулированная, то есть изменённая жизненная сила, она входит как бы между атомов, вот у меня сейчас как показывает кристаллической решётки, и там сохраняется как бы на долгое время. Этим обладает, этим свойством обладает вода, этим свойством обладают кристаллы, и этим свойством обладают те вещества, которые состоят из микрокристалликов. Ну, вот такие, как, например, различный солик, натрия хлорид, например, да тот же сахар, а любое кристаллическое вещество. И насчёт, значит, токсинов, да, это уже вторая часть вопроса. Насчёт токсинов. Энергии различных плазмоидов, они действительно могут активизировать работу естественных фильтров организма, это почки, печень, кожа, лёгкие, именно на вывод ненужных как бы веществ, которые должны выйти во внешнюю среду. И я хочу сразу подчеркнуть, что эти токсины, эти вещества, они образуются абсолютно у всех людей, независимо даже там от какого-то особого типа питания или образа жизни, потому что метаболические процессы, синтезы новых веществ и распада старых идут у всех живых организмов. Ирина, благодарю. София, всё же давайте прокомментируем, да, потому что нас просят люди наконец перейти к рептилоидам, а вы всё время про кристаллы, про кристаллы. Ну, мой дорогой, я очень важные вещи хочу выяснить. Это я уже говорил про себя, я-то готов, понимаете. А вы к рептилоидам переходите, понимаете. А вы тут что-то... Дорогие мои. Комментируйте, пожалуйста, вот этот снимок у наших новых. Хорошо, хорошо, дорогие. Ну, потом ещё будут у нас и другие важные вопросы. Значит, Ирочка, Ирочка, дорогая, 25 лет Боженька меня, так сказать, соединил с удивительным человеком, который создал замечательный кирляновский прибор, способный регистрировать невидимый мир. И вот этот невидимый мир запечатлевается на кирлянографиях, причём съёмка одной кирлянографии идёт в секунду-полторы. То есть это не рисунок. И запечатлевается статус-кво, то, что в этот момент находится рядом с человеком, внутри человека, внутри его тела, внутри его поля. Так вот, перед вами снимок женщины, которая пришла ко мне без сил. Это второй снимок. Первый снимок вообще не было энергии. Это второй снимок, и это негатив снимка. На этом снимке после лечения, после того, как я и она прочли 40 молитв обращенных к Богородице, мы с вами видим яркую ауру вокруг пальцев. Здесь она чёрная, потому что негатив. Сверху мы видим птицу, похожую на чайку. Сбоку мы видим благородное женское лицо. А внизу мы видим энергетические цветы. То есть всё, что здесь это чёрное, оно на самом деле белое. Вопрос состоит в следующем. Я это интерпретирую как появление одного из образов Божественной Матери. Справа – благородное обрислеца. Причём там видно, как из проекции груди идёт поток света прямо в ауру. Над аурой мы видим птицу, похожую на чайку. Я считаю, что это ангелическое существо. Внизу мы видим энергетические цветы. И существует на Земле такая легенда, что Богородица всех, кого она любит, жалеет, почитает, хочет помочь, осыпает цветами, розами. София, если можно, пожалуйста, говори номер рисунка, на котором это видно. Почему? Потому что... Первый, первый, первый. Ангелы и первый снимок. Это не рисунки, это снимки, мы дорогие. Ну, я, да, я извиняюсь, я не проискал снимки. Да. Значит, это моя интерпретация целителя и земного человека. Что скажут наши космические друзья, братья, наставники? С их точки зрения, что же на этом снимке? Я интерпретирую, как человек... Майкл, подожди, не убирай. Подожди. Опусти, пожалуйста. Да, пусть стоит. Что они видят на этом снимке? Как бы они истолковали то, что они видят? Да, решение. Хорошо. Ну, да. Я не знаю, сейчас. Мит Гаскаус просит уточнить. А какую именно, Малик, вы читали? Это важно. Я читала вначале, я всегда читала в семь раз. А потом я читаю. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах и благословен плод шева твоего Иисуса. Яко спас и родила, если душ наша. Сорок раз прочитала и я, и Жанна, пациентка моя. Я утреннюю молитву. А перед этим какую еще раз повторить? Отче наш. Отче наш. Хорошо. Значит, Лишиони говорит, что этот человек, у которого получились такие снимки... Что такое вообще снимки? Сейчас она коротко расскажет. Такие снимки получаются от воздействия ауры человека, его духовной структуры на физическую материю. То есть это не сами духовные слои, а как их отражение, можно сказать, вокруг воздуха. От тела, потому что они же через тело проявляются, любой дух проявляется через тело. И здесь мы видим, ну, совокупность, так сказать, некоторых электромагнитных полей, которые являются отражением мыслительных, чувственных, эмоциональных процессов, то есть духовных процессов, да, происходящих уже в душе человека, в духе человека, да, в душе. И после молитвы, что такое молитва? Это одновременно и обращение к Богу, как одной разумной сущности, к другой разумной сущности, либо к святому. Но это одновременно и энергетический процесс. То есть это подключение к определенному эгрегору, но только условием, что человек не просто ее читает, как какую-то литературу, информацию, а если он это делает с верой в этих существ, которые там упоминаются, и не только с верой, но с желанием того, чтобы то, что там сказано, исполнилось, чтобы это было его собственным желанием. И этим он вкладывает энергию сам в эти слова. И когда он ее вкладывает, слух он читает про себя, но слух, когда он читает, у него усиливается эта вибрация, и еще звук в голову. Когда он это вкладывает в свою энергию, его жизненная энергия, его эфирное тело, его астральное тело, ментальное тело, вот все тела, все оболочки аур, они начинают меняться. То есть в них появляются те образы, которые есть в молитве, и в которых он верит. Ну, можно сказать так. Он обращается к Деве Марии, к Богородице Деве Радуйся, и кто-то представляет себе этот образ, он же его представил как мыслифор, в ментальном своем пространстве. И вот отражение этого образа, мыслиформа, она вот так вот отражается, как вы здесь показываете. То есть это, ну, это то, что вот здесь фотографии, это вот как статичное изображение динамического процесса вот этого защищения энергии. именно вот от этого вот эгрегора, именно. Ну, я хочу сразу сказать, что эгрегор, он ни в коем случае не изолировал Бога. Все эгрегоры, это как духовная структура, они насыщаются божественной энергией от самого источника, которого вы называете Отец Небесный, и которому вы обращаетесь в своей первой молитве, которую научил Христос людей. Почему он называется именно Отец Небесный, а не дворец в этой молитве? Потому что здесь подчеркивается, что он нас, разумных существ, разумных духов, которые выплачены, он нас родил. Он не просто сотворил нас из некоторого материала, как инструмент для проявления своей воли, но он нас родил и наделил свободой воли, как самого себя. То есть вот наша свобода, она равна божественной, на самом деле. И здесь отражено, вот эта истина, она отражена в этом названии Отче Наш. И все эти образы, они появились здесь. Птица, чайка, ангел. Это как раз было отражение того ангела, который стоял рядом. Это первый. А второй, это мог отразиться как энергии Святого Духа, потому что, когда человек это читал, Богородица, Дева, Радуси, он же мог в это время и вспоминать то, что зачат был Христос, но по писаниям Библии от Святого Духа. И эти все образы проявились вот таким вот образом. А насчет цветов? Ну, цветы, это вообще символ расцвета души. Это символ раскрытия всех чакр. Это символ цветок, это символ духовной красоты. Если цветок, он вырастает как бы на траве, то есть на степле. Вот как кульминация всего роста растения, так и просветление, это кульминация всего духовного развития человека. И вот в этих вот образах это проявилось. Ирочка, спасибо. Очень интересно и значимо. София, у нас много впереди снимков. Поехали. Хорошо, Дарья. И вопросов много? Давай, давай. По христианскому эгрегору. Майкл, мои главные, пожалуйста, Майкл. Ну, давай используем общение с Ирой. Не теряйте время. Говорите. Не теряю, не теряю. Пожалуйста. Говорите. Я пожертвовал своей программой в пользу вас. Поэтому излагайте. Излагайте себе. Майкл, теперь поднимите второй снимок. Поднять или опустить? Поднять, поднять, поднять. Поднять. Вот. Вот. Замечательно. Ирочка. Ирочка. Вы видите там в кадре слева, вы видите вошедшие в ауру структуры, похожие на крылья. Правильно, правильно я интерпретирую, что это кадр, снятый после молитв. Правильно моя интерпретация, что это появилось ангелическое существо, которое, являясь бесплотным, но, во всяком случае, в материальном смысле для нас бесплотным, вошло внутрь поля человека. И это как бы доказательство того, что ангелические существа и святые входят в нас внуки после молитв. Правильно эта интерпретация или что-то здесь натянуто? Понимаете, вот то, что здесь изображены существа, это несомненно. Вот просто сейчас я объясню, в русском языке нет такого четкого разделения существ, как это существует в языках Международного Союза. То, что вы называете ангелами, на самом деле это может быть существом, как плозное происхождение, так и невоплощенным духом, то есть это то, что мы называем ангелом-хранителем на русском языке. Это может быть и существом, которое астральное тело воплощенного духа, то есть например, гуманоид пришел или какой-либо астральный путешественник или даже дух человека, который покинул уже этот мир, ну как дух родственника, как вы его называете. Но слово ангел, оно передает только то, что это существо, оно как вестник. Вообще в переводе с греческого ангел значит вестник. и так даже называли вполне физических существ Библии, так называли вполне физических воплощенных существ, которые прилетали с другой планеты и их назвали ангелами. В смысле в том, что это посланники были Межзвездного Союза и были посланники как от Бога, что их послал Бог, они осознавали свою миссию как божественную. Это действительно были ангелы, но есть еще ангелы невоплощенные Духи, и они тоже могут появляться вот таким образом после молитв. Что такое молитва? Я уже сказала, это процесс как духовный процесс общения двух духов между собой или общения одного Духа с нескольким сразу, ведь бывает молиться сразу нескольким или даже всем святым. Но это еще энергетический процесс и при этом происходит выделение энергии определенного качества, определенной вибрации, которая привлекает к себе как свет лампы, привлекает можно сказать мотыльков, которым он нравится, так и свет духовный человека, который входит в определенное состояние молитвы, света, благодати, счастья, любви. Этот свет духовный он привлекает в духовном мире, к нему привлекает различных аплазмоидных существ, высоковибрационных, ангелов, он привлекает различных невоплощенных духов, которые тоже несут свет. В общем и целом, вы правы, это действительно ангелы, они действительно им нравятся входить, они не то, что входят в поле, вот я сейчас объясню, аура человека, она от него распространяется на 2, 3, а то и больше метров. и тот, кто находится рядом с ним в астрале, в астральном теле, в духовном теле, он находится как бы в его ауре, и отражение этих существ можно найти вот в таких вот фотографиях, это не прям образы, это то, что мы можем увидеть на фотографии, как след их тоже можно так сказать, потому что сами они в духовном же мире. Это дополнительная проекция энергии на физической структуре человека рядом находящейся сущности. Да, это может быть любая сущность. И она может оставить эту энергию, допустим, если человек осознанно будет уметь ей пользоваться, он будет и дальше поддерживать, но в основном, то есть потом эта энергия меняется. И, соответственно, через некоторое время фотографии, если вы сделаете, через день, через два, через три, они будут другие. А в момент, когда читаются молитвы, в момент, когда присутствуют действительно высоковибрационные, тонкоматериальные, гуманоидные, духовные сущности, они действительно помогают энергетике проявляться вот именно в таком уровне, в такой форме. И в отражении этой энергетики будет видно отражение той сущности, которая находится рядом. Спасибо. Очень интересное объяснение. Пошли дальше, Майкл. Можно, да? Хорошо. Пошли дальше. Максим. Мне поднять или опустить? Поднять, поднять. Физическое тело, кстати, да. Поднять, пожалуйста. Да. Максим, вот над первым кадром такого, такая энергетическая картина ангелического существа была над вами, когда я вас увидела. Вот просто, чтобы вы увидели аналогию. Ирочка, значит, на этом снимке поле удивительной женщины, которая, обладая высочайшими духовными и человеческими качествами, имеет такую особенность. Она покупает хорошие духовные книги и раздаривает, причем знакомым и незнакомым. И вот я сделала снимки ее поля после молитв разных религий, и вы видите, внутри ее поля звездочки. И рядом с ней различного рода структуры существа, которые называю ангелическими. А вот эти звездочки внутри, я их так назвала, это внутренний свет. Но это действительно человек, который излучает, так сказать, невооруженным взглядом видно. К нему хочется прилепиться, быть рядом, как можно дольше общаться. Как вы бы, как наши друзья интерпретировали бы то, что запечатлелось на этих снимках? Ну, вот сейчас Китготкаус говорит, я, когда прихожу к человеку и вижу в его поле структуры, похожие на звездочки, на полоски и так далее, в 85% случаев это результат связи с плазмоидными цивилизациями. Причем звезды, звездообразные структуры, это именно смех тех цивилизаций, которые живут в хромосферах различных звезд. Это может быть и Антарис, это может быть Вега, это может быть Сириус и другие, как бы, то, что вы называете сверхгигантами, даже там, где невозможно существование планет с органической белковой жизнью, плотно и в плотном материальном теле, в любом, даже те звезды не напрасно обточают свет, являющийся отражением света Творца. Они сотворены не зря, они сотворены как колыбель для других типов цивилизаций. И звездочки в поле человека это почти всегда его свидетельство о том, что он связан с этими цивилизациями со звезд на тонком уровне, то есть у него существует связь с ними. она в ауре как нить, шнур или канал открытый. И очень часто такие свитеры в ауре и при такой светимости, которая здесь есть, показано, это не просто связь для какой-то информационной передачи главной этому человеку информации, а это связь действительно для ответа. через этого человека проводят энергии высоковибрационные плазмоиды, они отдают часть своей жизненной энергии совершенно бескорыстно, для того, чтобы этот человек, который подходит им по вибрациям, смог распространить эту энергию на больных людей, чтобы восстановить их органы, чтобы растворить их энергетические блоки. Короче говоря, это такие тонкоматериальные лекарства. То есть мы называем это привязки к тонкоматериальным мирам, и они ей помогают заниматься восстановительными моментами в энергетических связях у людей на физических уровнях. Спасибо, она действительно такая. Мы проводили наши встречи у нее дома, с ее исключительным гостеприимством. Зовут ее Нелли, живет она в Нью-Йорке. Так, мои дорогие, а вот теперь перед вами косточки персика. Две косточки персика. Вот видите, где черненькие пятнышки вокруг зареала света? Это место соприкосновения косточки персика с пленкой. А вот те структуры, вот эти световые ажурные образования, молниеподобные, это та свободная энергия, или те, кого я называю ангелами, которые присутствуют рядом с косточкой. Дело в том, что наконец мы на земле получили понимание того, что это растение, специальные ангелические существа, элементальные существа, стихиалии. И вот я считаю, что это они запечатлелись рядом с их детенышем косточкой персикой. Что скажут наши космические об этом? Из того, что мне удалось услышать, то связь немножко прерывалась. София, у вас наушники есть? Да, 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 вот они, Майк. Да, так микрофон говорите. Так она микрофон говорит, там просто сейчас большое количество присутствия. присутствия в том я буду прямо вот так. Прямо так можно. Окей, спасибо. Большое количество, как вы называете, этих ангелов, поэтому очень большое количество энергии и оборудование очень плохо функционирует, это нормально. Я уже поменял огромное количество оборудования. Ну, это мухи природы, которые существуют. Да, это похоже на энергии плазмоидов, которые создают групповые души, так называемые групповые души растений. Я хочу сказать, что души есть у всех живых существ. У растений, у микроорганизмов, у вирусов, у грибов, у животных, у насекомых и так далее. Только это могут быть как групповые души, в случае если растения, насекомые и такие вот микроорганизмы это групповые души, а у животных душ бывают групповые души в случае, если это определенные виды животных, а бывают одиночные животные. И эти души, то растительные, что животные, они создаются плазмоидными цивилизациями. Плазмоидные цивилизации они не не просто потребляют энергию бога, они не просто так потребляют энергии творца и воплощаются в эти тонкоматериальные оболочки, они тоже несут свою роль в развитии вселенной, в том, что они творят души из своих мыслей, из своей энергии, из своих чувств, и вкладывают их в различные растения, в их семена, в животных. Вот, например, да, я помню, вот, например, даже птица, яйцо птицы, они вкладывают туда энергию, чтобы они туда вкладывают животную душу, из которого потом соединение с телом птенца, чтобы развился живой птенец. И здесь мы видим как раз тот процесс, когда происходит вкладывание и развитие этой энергии, то есть соединение ее с физической матерей. Ирочка, спасибо, пролила свет, потом разовью, спасибо, дорогая. Ирочка, а вот ниже, Майкл сейчас открыл, видите черненькая полосочка посредине? Да. Это палочка из агата, толщина этой палочки сантиметра полтора, длина сантиметров пять. И вы посмотрите, какое мощное излучение разного типа, и молнии, и лучистые шары вокруг нее. Значит, моя трактовка, это та свободная энергия, которую излучает агат, очень часто встречающийся минерал, который на 75% состоит из кварца, СО2. И в процессе своего роста и этот агатик, и другие минералы и кристаллы потребляют, впитывают в себя энергию солнца, воды, дожди идут, энергию звезд, энергию молнии, энергию гроз, энергию извержений вулканов, энергию подвижек земли. Все это они впитывают в себя, запоминают, а потом это излучают. И излучают это они в нас, в наше поле, тогда, когда оказываются на нас. Когда мы одеваем бусы, когда мы одеваем браслеты, когда мы вот в виде жиода, вот таких вот прекрасных накладываем на себя, и они значительно усиливают наше поле. Они целители, это потрясающие целители, вот эти вот камни жиоды, да и другие камни. Их тоже взращивают в природе ангелические или стихиальные существа. Просьба к нашим историческим неставникам рассказать нам, насколько та картина, которую я описала, отличается от той картины и тех представлений о рождении минералов и кристаллов, которые сложились у нас. Что они нам скажут по этому поводу? Ну, вот он сказал, что... Да, Миндаскал говорит, что... Ну, кто... Да, вот что вы назвали ангелическими существами, но они плазмоиды тоже... Это все типы плазмоидных цивилизаций. Он сейчас... Да, я сейчас сразу скажу, что плазмоидных цивилизаций существует в видах намного больше, чем плотно материально. То есть разного рода существа. И то, что земные плазмоиды, они тоже вкладывают свою энергию в... в... кристаллы, в воду, ну, если это водные существа, если это земные плазмоиды, то в земные существа. Если это солнечные плазмоиды, то они как бы вкладывают свою энергию, например, если вы поставите сосуд с водой на солнце, то там будет уже соединение энергии тех плазмоидов, которые вложили в воду и тех плазмоидов, которые солн... ну, которые солнце, потому что они там все равно живут, и этот поток солнечного света, это не просто поток фотонов, а он уже как бы заряжен их мыслями. поэтому некоторые из людей, они говорят ну, как бы больше как образом, языком, земля живая, солнце живое, они имеют в виду вот эту совокупность плазмоиды цивилизаций, которые находятся непосредственно на планете или непосредственно в солнце, ну, на других уровнях вибрации. Ну, говорит. И действительно кристаллы это не просто так они вырастают, если это естественные кристаллы, ну, то есть не искусственно созданы не искусственным путем, они не случайно вырастают такого размера и именно такой формы, а кристаллические решетки в этих кристаллах, они выстраиваются по определенным законам, которые в том числе, сейчас я подберу слово, обусловлены и влиянием плазмоидных цивилизаций. И здесь энергия, которая вложена и плазмоидными цивилизациями, конечно же, тем человеком, который как бы держит эту вещь, который ее изготавливал, который вкладывал в нее энергию, или который просто ее владеет. То есть уже тут я вижу наложение энергии, потому что человеческое тоже есть. Спасибо, Ирочка, прекрасное объяснение и дополнение к тому, что мы знаем. Майкл, пошли вниз. Вот здесь, Ира, очень интересный момент. Значит, первый кадр, на котором мы видим слабую ауру, это исходное состояние человека. На последующих кадрах люди читали, вернее, этот человек читал по три молитвы. Вначале, значит, он читал христианские молитвы, потом иудейские, потом исламские. И мы видим, что уже после трех молитв христианских во втором кадре аура стала значительно лучше, тоже появились дополнительные энергетические образования сверху и по бокам. И чем дальше, тем интересней и многослойней и насыщеннее и длиннее стримеры луча ауры становились и появлялись разные энергетические, как мы называем их ангелические структуры. Значит, суть этого снимка состоит в том, во-первых, что по молитвам идет нарастание света в поле человека, нарастание жизненной силы и энергии. Второе, появляются ангелические существа, призванные словами молитв. Третье, молитвы разных религий не только не состоят в антагонизме, а показывают, что когда мы читаем молитвы разных религий, то аура обогащается значительно сильнее, чем тогда, когда мы прочли молитву одной религии в первом кадре. И появилось больше и более разнообразных ангелических существ. Значит, этот снимок как бы символизирует реальность единства и родства религий, отсутствие реального антагонизма между ними. А тот антагонизм, который испытывают христианик, иудеи, иудеи, мусульманам или наоборот, это все на течение для того, чтобы разделять народы, властвовать над их кентальностью и выполнять свои низкие цели, сталкивая их конфронтации. Каковы представления высших, каковы представления тех замечательных существ космических, которые с вами на связи? Это важнейший вопрос для человечества. Интересно. Так, Хорошо. Винд Гаскалус говорит, он говорит, что это, ну да, действительно, вы правы, и что он говорит, что вы сейчас, когда рассказывали о значении этой фотографии для мира и о том, что обогащают все религии человека больше, чем одна, вы в этот момент тоже как бы уже передавали информацию, как бы, ну не совсем ваша. Вы вконтакте, он сейчас говорит, по энергетике. Вот. А второй, он говорит, что да, он с этим абсолютно согласен, и еще он, Мит Гаскалус и Элишионе, они хотят вас поблагодарить от лица Международного Союза в том, что вы делаете то великое дело, что вы служите объединению различных духовных учений именно в сознании людей, чтобы они действительно осознали, что это все едино. Вот это одно из важнейших служений на планете. Это моя задача, одна из моих задач, объединение религий. Они все говорят об одном и том же, просто разными языками для разных народов. И самое что интересное, вот как раз здесь понятие проявления веры. Чем больше человек верит в то, во что он верит, тем сильнее энергетическая взаимосвязь у него с этим эгрегором формируется. То есть мы можем прочитать молитвы, и самое светлое пятно при съемке будет именно на той молитве, по какому эгрегору он принадлежит к основному. То есть во что он больше всего верит. Да, он с верой молится и здесь отражение, что если он прочитал молитвы сразу трех религий, и если он верит, если он верит, что они друг другу не противоречат, если он это все искренне читал, то он действительно обогатит себя, всеми духовными вибрациями, которые содержатся сразу в трех эгрегорах, сразу в трех религиозах эгрегорах, энергию и мысли для которых копили миллионы, миллиарды людей на планете. И действительно, чем больше духовно развивается человек, чем больше он открывает в себе духовный свет, тем более родными и близкими и понятными становятся для него и другие люди, и другие религии, и другие национальности. Огромное спасибо, Ира. Значит, проведены с Марком Семеновичем Клинкером, профессором визики и совершенно нашим по духу человеком проведены исследования на пяти современнейших квантовых приборах и исследования на этих приборах показали те же самые результаты. То есть, понимаете, дорогие, человечество сотни лет воюет друг с другом по ложным причинам, которых реально нет, а люди не понимают и не знают. И вот я думаю, что через скеллионографию, через эти исследования как раз и предъявлены те доказательства, которые должны объединить людей, которые должны понять, что это эллигиозные на себе принадлежности. Я делала фотографии и это тоже. Все то же самое. София, давайте вы отдохните немножечко, а я задаю вопросы, которые у нас есть в чате. Я выключил ваш микрофон, успокойтесь, давайте успокойтесь, чуть-чуть. София, вы видите, я с такой же душевной красотой переживаю за то, о чем вы сейчас говорите. На самом деле люди воюют не за религию, а люди воюют за свое эго. и если мы научимся видеть в каждом человеке, в каждой религии тот духовный свет, о котором мы говорим, мы перестанем воевать сами с собой и с друг другом. Золотые слова, Максим, поддерживаем. София сейчас пока отдохнет пару минут, да? А тут у нас есть вопросы в чате. Что такое грааль? Это чаша, это мы знаем, чаша, да. пьют. Вообще это называется та чаша, из которой произошло первое причастие учеников хрисам на тайной вечере. Почему он назывался тайной вечере? Потому что туда не допускались другие люди в эту комнату, где происходило это таинство. Это было установление того ритуала, того, то, что исследователи называют ритуалом, как церковные люди называют таинством, то есть соединение двух миров духовного и материального об этом обряде. Установление порядка этого таинства, оно было на тайной вечере. И туда не допускались другие люди, кроме учеников Иисуса Христа. и эта чаша, вот он сейчас говорит, она сохранилась на самом деле до сегодняшнего дня. Можно провести специальное исследование того, где она находится, но для этого нужно идти дальше, делать запрос в Духовный мир. Например, я бы советовала поговорить с тем же Архангелом Михаилом об этом, он точно знает о том, где она находится. Я конкретно, да, Лешиольный говорит, вот Эмит, мы конкретно этим не интересовались, у нас более узкая задача контакт с земными представителями как представителей своих планет. А то, что вы сейчас хотите узнать об энергетике этой вещи и возможно о месте ее нахождения, об этом лучше спрашивать у покровителей христианства Эггера. Например, у Архангела Михаила, Архангела Гавриила, который воплощен на Пурхаде сейчас, Архангела Рафаила и у других. То есть вы можете этот вопрос задать. А что касается того, что мы о ней знаем из информации Миросовного Союза, это то, что она сохранилась до наших дней и сейчас она содержится как бы на земле. Она не покидала земли и она не была уничтожена. Понятно. София, у вас микрофон включен, пожалуйста. Елочка, огромное спасибо. И следующая фотография, друзья, вы видите совсем другого образа ангелические существа. Значит, если сделать большое увеличение вот тех фрагментов между аурами, то вы увидите лица в коронах. Эта фотография показывает нам, насколько разнообразны ангелические существа или плазмоидные существа, как мы сейчас узнали, выходящие с нами на контакт по молитвам. В частности, могли бы вы прокомментировать, кто вот эти существа, которых мы видим на этой фотографии рядом с двумя аурическими овалами. Понимаете ли, в чем дело, вот, как я уже говорил, плазмоидные существа, они могут принимать различные формы своего тела. Это могут быть как овалы, так и шары, столбы, нити, что-то похожее на медуз, на звезды, вот, как здесь показывают, на кристаллы, и даже на вот такие вот земных животных, осьминогов, рыб, птиц и так далее. То есть те земные плазмоиды, которые создают души животных, они часто принимают именно их вид из-за контакта с человеком. Именно на контактах с этими видами плазмоидов основаны все культы, где были проявления тетемизма. И в дальнейшем все религии, которые были основаны на образах богов с животными чертами. Это древне египетские, древне индийские и другие виды того, что отразилось как мифология уже. То, что было записано. То, что было записано миливет и так далее, я хочу сейчас сразу сказать, это лишь часть того обширного предания этого народа, которое было в ходе тысячелетий складывалось. Да, кстати, София, я очень долго не мог понять, почему нам дают, что души животных создают плазмоиды и как люди видят то, что они были животными. И я в какой-то момент понял, что люди видят, что они когда-то были воплощены в тонкоматериальной цивилизации, которые создают души животных. А эти цивилизации себя не разделяют с этими животными, поэтому они себя этими животными и считают. То есть, они как родители животных. Поэтому, когда люди видят свои прошлые воплощения в животных, они как раз могут видеть то, что они были воплощены в тонкоматериальных цивилизациях. И для меня это было огромным открытием на самом деле. Да, и то, что это было именно плазмоидное существо, а не само животное, как раз доказывается тем, что, вот сейчас Мит говорит, подобного вида регрессии тот, кто вспоминает себя животным, он продолжает рассказывать свой опыт вполне складным человеческим языком. То есть, сам разум он никуда не пропадает, как уже вот он пропал. Спасибо, замечательное объяснение. Спасибо, дорогие. Майкл, дорогой, пошли дальше. Вниз. Вот это удивительный снимок, мои дорогие. Значит, меня пригласила одна дама, которая живет в Манхэттене. Я приехала к ней с аппаратом, у меня был аппарат, который делал цветные снимки. Значит, она самоцелитель. В первом кадре ее замечательное поле, мощнейшее по энергетике и вообще очень приятная женщина. И она мне рассказывает, что она очень волнуется, потому что у нее беременная дочка, она должна вот-вот рожать. И я ей предлагаю, пожалуйста, пошли своей дочери мысленную энергию. Второй кадр я снимаю после того, как она осуществила этот мысленный посыл энергии. Смотрите, что получилось. Она энергию отправила. Аура ее стала узкой. Вы видите, по ауре движется плазмоид справа. Аура заканчивается как бы ручками, между которыми находится еще один плазмоид, и один плазмоид уже выделился. То есть зато мгновение, пока она послала эту мысль, аура трансформировалась на выделение, сузилась, и энергия пошла к ее дочери. Значит, этот снимок доказательство того, как мгновенно может трансформироваться аура человека по его мысленному посылу. Как мгновенно мы можем с вами посылать любовь в любой объект Земли и Вселенной. Как много мы с вами можем делать в секунду, в то мгновение, когда у нас промелькнет мысль. Просьба к нашим небесным друзьям. Скажите, пожалуйста, вот эта интерпретация правильная или ошибочная, или что в ней не хватает, или как вы считаете, что при этом произошло? Мир Гаскалус говорит, что то, что вы сейчас сказали, наделение части своей жизненной энергии своими мыслями и чувствами и мгновенное изменение ауры и перемещение как ее фрагментов в выбранное место, то есть фрагменты поделившихся от ауры то, что называется жизненной энергией, это действительно происходит. И действительно это отличительная черта всех разумных существ, это управление, возможность управления своей энергетикой, своим состоянием, своими мыслями и вообще на планете Ислера и на планете Шимор этим вещам их учат с детства и в семье, и в школе. И когда вот, сейчас говорит Мир Гаскалус, когда я впервые прилетел на Землю и узнал, что здесь такое не практикуется всеми жительными, я был очень удивлен. И у меня даже возникло недоумение, а как можно жить в плотном материальном теле, не умея направлять свою энергию, не умея узнавать у органа, то есть у эфирной копии органа, не умея общаться с ним, с его разумом, ну не то, что разум, тут я объясню. У каждой клетки тоже есть свой центр, у каждой клетки органа есть тоже свой информационный центр памяти, с которым можно обойти в контакт через свое высшее я. У нас это мучат, потому что это основа существования в материальном теле вообще. я был удивлен, почему ваши колок, ну ладно, там в семьях не преподают, там у вас много религий, много различных философских течений, которым может противоречить это учение об энергиях, ну в видимом плане противоречить, потому что есть люди, которые мыслят очень узко, и они не привыкли воспринимать то, что написано о том же самом, но просто другим языком. Об этом я знала, но я не мог понять, почему именно ваши государственные структуры, ваши образовательные структуры, они не ввели в такой предмет необходимый для жизни во взрослом человеке, во взрослого человека в вашем мире, в школы, потому что в школы ввели там изучение различных математических формул, различных тригонометрических формул и так далее, которые никак не влияют на энергетику. А то, что было действительно необходимо для здоровья и полноценного развития существа, это не ввели. Вот это мне было действительно удивительно. Поэтому то, что вы мне рассказывали и то, что вы сейчас покажете в фотографии, ну я вам скажу, что да, действительно так оно и есть, и этим обладает, этой способностью обладает абсолютно любой человек, что на земле, что в гуманоидной слере, что на дарале, вообще любой разумный обладает такой способностью создавать вот такие мыслеформы. Ирина, я хотел поставить на экран вопрос, хороший вопрос, его уже нет в чате, но он у меня есть на другом мониторе. То, что религия, говорит Ирина, то, что религии друг другу не противоречат, на сегодняшний день понятно всем, но люди, ставшие фанатами определенной религии, это зомби, к сожалению, они глухи. Как эту ситуацию изменить? Хороший вопрос. Час играли, я смотрю у тебя. Да, Мастер Смит говорит, попи в воду. Да. Марсимин подавал. Да, да, именно. Так что, как будем менять ситуацию? Да, как изменить ситуацию, если человек, как вы сказали, фанатик, хорошо. Что такое фанатизм? Мит Гаскалов говорит, что такое фанатизм, это вера в свой идеал, но которая не соединена с любовью. Даже к этому же идеалу. любовь, он может считать, что он его любит, но на самом деле эта любовь, она им неосмысленна, она не глубокая. Его любовь это лишь желание получить от этого идеала некий пропуск в рай. Прощение своих грехов, например. то есть это небескорыстная любовь, которая избавляет от фанатизма. От фанатизма, вообще фанатизм это род страха. Это страх потерять свою веру, это страх потерять расположение Бога. В Библии, в Новом Завете один из апостолов Христа, Иоанн Богослов, в своем послании церквям написал, что всякие боящиеся несовершением любви, потому что страхи есть мучения. И на самом деле только безусловно любовь может избавить от любого страха, от желания навязывать свою веру, от фанатизма, от жестокости, которые проводятся под видом справедливой борьбы за веру. Почему это избавит? Объясню. Потому что если человек истинно любит Бога, хоть Христа, хоть Егову, хоть Аллаха, хоть Будду, Кришну и так далее, то он никогда не будет относиться даже с долей жестокости к любым людям, даже неверующим, потому что он четко понимает, что все люди сотворены этим Богом. И если он не любит и отвергает и причиняет вред даже в мыслях хоть одной человеческой сущности, хоть одному человеку, то этим он, можно сказать, не то, что оскорбляет, а закрывает себя от Бога. Это понимает любой истинно верующий человек. Потому что фанатизм это вера безлюбви. Это вера не в истинного Бога, которого изображают все религии, но по-разному, а это вера в свой собственный идеал, каким этот Бог должен быть по его представлениям. даже так бывает, сейчас говорит, часто так бывает, что сам фанатик, читая какое-то место из священного писания, которое для него авторитетно, или беседуя с другим верующим человеком, своим учителем, который для него авторитетен, его фанатичная вера в этот божественный идеал, она вступает в противоречие с тем образом Бога, который есть в этой же верующей и тогда у него может начаться кризис, то есть переосмысление той веры, во что он верит, и здесь у него уже существует выбор, либо остаться в своих убеждениях, что именно ему открылась истина, его именно Бог вот такой справедливый и жаждущий наказания грешников, либо все-таки смириться с тем, что в этой религии Бог изображается именно вот так, и прийти в эту, ну как бы, прийти к этой истинной вере, растворив ее своей любовью. И чем мы можем помочь таким людям? Я сейчас объясню причину фанатиста. Мы можем помочь таким людям, но только лишь реально мы можем помочь, только лишь просвещением, то есть объяснением по полочкам этому же человеку, почему он испытывает эти чувства, то, что я сейчас рассказала. И второе, это, ну он может не поверить словам. Фанатики, они очень, можно сказать, зациклены на понятии справедливости. Они верят не словам, они верят делам, они верят действиям. Так часто бывает. И только лишь собственным примером бескорыстной любви ко всем, к нему самому, ко всем, кто вокруг вас находится. Вы можете показать ему тот свет и зажечь в его душе ответный свет. Есть даже такая христианская песня, есть такой христианский стих, я сейчас скажу несколько срок, там будет как раз о том, чем мы можем помочь таким людям. А если путник, то есть путник на пути к Богу, если путник вдруг свернул с того пути, который к радости ведет, то ты в его груди огонь любви и зажги, чтобы он смог тот путь найти. Нет, сам его веди, он может тебе не поверить, а в его груди зажги, тогда он пойдет сам. Это отвечал кто у нас? Мед Каскал. Замечательный вопрос и замечательный ответ. Мой поклон Мед Каскал. Вопрос, существуют ли цивилизации похожие как из фильмов «Хищник» и кто еще, «Чужие». Сейчас я ему сначала образ покажу. Так, сейчас я вспомню фильм. А там Шварценеггер. Да, что мы вспомним. Сейчас там гоняется, понимаешь. Так, вот такое вот существует существо. Но он говорит, существуют подобные, но это как хищ, это как неразумные именно вот такой вот формы, это как больше похоже на ансектоидов, но только это как месикомые, что ли, как вот неразумные существа, только небольшие. Ну, именно такой формы, как мне показала Ирина, может, я ему не так показала, я просто не помню. Есть, существуют такие существа далеко не в нашей галактике и далеко от нашей галактики существуют. Как на их планетах. Мы показывали фотографии и спрашивали. Да. Понятно. Хорошо. Так, я хотел показать, давайте я покажу, но только один снимок. Простите, София, но у нас много вопросов. Но мы весь эфир, как бы, так сказать, мы не хотели, как бы вы не хотели, мы не можем посвятить только фотографиям. Но здесь фотографии вот одна и вторая. Давайте я быстрее все же будут. Вот здесь написано о том, что химическая структура, то есть, короче, все плохо. Какой-то краб, который всех тут что-то кушает. Вот. Ну, и ряд исследований указывает на то, что кирлянная фотография может быть использована не только с целью полевой диагностики, но и с целью обнаружения рака на самой ранней стадии. то есть, вот здесь как бы диагностика уже с помощью кирлянной фотографии, то есть, в аурической точнее, структуре тонких тел показаны уже вот эти самые химеры. Но, София нам коротко, минут на 15 добавит что-нибудь по этому поводу. София, можете добавить с точки зрения медики? Дело в том, что, ну, быстро, не волнуйтесь, быстро. Значит, дело в том, что это съемка поля совершенно здорового человека, молодая женщина, с которой я работала, филиппинка, физиотерапевт, здоровая, шустрая, реактивная. Делаю снимок, а у нее в ауре, аура разрушена. Рядом с аурой вот эта крабообразная сущность, похожая на рака в вертикальном срезе. Но, что важно, ее клешня, ну, как бы ее продолжение находится в отпечатке пальца, в пучке пальца, то есть его проекция уже находится в физическом теле. Вот. Это ракоподобное существо. Правильная ли интерпретация, которая говорит о том, что ракоподобные сущности находятся рядом с нами и проникают в наши поля тогда, когда поля незащищены, являются открытыми. А сохраняет их закрытыми энергии молитв. Причем трижды произнесенных в день по семь молитв. Вот в чем очень серьезный вопрос, Ирочка. Дмитриев. Дмитриев. Да, я помню, конечно, была. Я сейчас хочу сказать вам очень важную вещь, что кроме тех плазмоидных цивилизаций, которые вы видели в свете и любви на предыдущих снимках, существуют плазмоидные цивилизации, плазмоидные существа, которые питаются низкочастотными энергиями человеческой боли, обиды, гнева, печали и так далее. Это низкочастотные плазмоидные существа. Они называются паразитическими формами. Они тоже тонкоматериальные и в них тоже воплощаются духи с различных уровней духовного мира, но чаще всего с низких уровней духовного мира туда воплощаются, чтобы пройти свои определенные уроки по избавлению от своих низких качеств, именно с помощью переработки негативных энергий воплощенных в плотно-материальный мир существ, в том числе людей. То, что вы видите в ауре, они могут выглядеть как икрабы, как осьминоги, как пауки, различные структуры, плазмоиды, эти плазмоиды тоже разумны, и они тоже делают привязки к человеку, который подходит им по вибрациям, по тем, которым я перечислял. То есть они могут питаться и существовать в ауре человека это их отражение привязки той, которую они сделали. Они даже могут и не находиться все время рядом, хотя и это не исключено. Но они могут через привязку как... Что такое привязка? Это так называемый определенный канал связи между человеком и его цивилизация, которая его курирует. Любая цивилизация, куратор, плазмоидная цивилизация, она куратор может быть как низковибрационный, так и высоковибрационный. Высоковибрационных мы нам уже показывали на предыдущих снимках. Что касается низковибрационных плазмоидов, здесь, да, картина, она очень грустная, это разрушение ауры, это переработка его же жизненной силы в жизненную силу плазмоида, но я хочу подчеркнуть, что по закону энергообмина, который придумал вообще творец всех миров, любой плазмоид, хоть паразитический, хоть нет, в ответ на поглощенную энергию всегда выделяет свою. Это называется закон энергообмена. И эта энергия, которая излучает плазмоид, она попадает в его контактеров, в данном случае, чья аура наснимет. То есть у них все равно происходит энергообмен. Она кормит плазмоида, плазмоид кормит энергию ее. Но за счет того, что этот плазмоид сам низковибрационный, понятно, то понятно, энергия какого качества попадает к этому человеку. Но даже эта энергия низковибрационного плазмоида, она может не усваиваться ее аурой, потому что у них не полностью впадают вибрации. Все-таки она плотна материальном теле, а он в тонком материальном теле. у него вибрации самого тела повыше, чем у нее. И она может не усваивать даже те энергии низкочастотные, которые он ей дает. Они для нее будут слишком высоковибрационные в данном случае. Даже такое бывает. Она просто просто как он даст эту энергию, а она рассеется по словам. А она ему свою уже отдала. И так получается при энергообмене с разными существами совершенно. В том числе и с этими видами плазмоидов. И в этом случае мы имеем то, что аура разрушается, существует отток энергии. А за счет того, что такой человек чаще пребывает именно в негативных вибрациях, но они могут явно не проявляться у человека в его поведении. Они могут скрытыми быть блоками энергетическими. Он может себя сдерживать и так далее. Человек может долго находиться в скрытой депрессии и даже ничего не скажет о своем листе. Но от этого его энергия не изменится для тонкого мира. От того, что он не скажет. И за счет того, что человек еще тратит часть своей энергии на эти переживания, на сдерживание себя в различных ситуациях, туда тоже уходит громадное количество энергии, то он становится полностью энергетически истощен. И уже по этой причине падает его иммунитет. И те вирусы, микробы, простейшие и грибки, которые существуют у всех людей, и те его собственные раковые клетки, которые тоже существуют у всех людей, они начинают все резко активизироваться в этом организме, за счет того, что иммунитет уже их не контролирует, и образуются различные заболевания, в том числе раковые опухи. Ирочка, огромное спасибо. София, вот тут спрашивает, а был ли у нее действительно рак? Нет, у нее рака не было диагностировано. Я же говорю, что она была очень здоровой. А вот у мужчины ниже, Ирочка, последний Майкл кадр, больше не злоупотребляю, мы видим внутри пальцев неленьких рачков. У этого мужчины тоже не диагностирован рак, но у него глубочайшая депрессия. И вот эти рачки у него, видите, проявились прямо в пальце, ниже, Майкл, ниже, 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 да, вот этот нижний кадр. Ирочка, со стороны наших друзей этому снимку. Понимаете, это могут быть как следы вот этой как раз, вот почему они именно в руках, потому что он, ну, через руки вообще идет поток энергии, вообще со всего поля, через руки и через ноги, через пальцы, через ладони, через глаза, через подошву ног идет поток энергии, как бы энергообмен. И там отражаются все эти структуры вот в таком вот виде, в таком образе, который есть вообще в поле. Возможно это отражение того, что этот человек, он уже связан с этой цивилизацией. Понятно, спасибо. И они тянут из него, и поэтому у него нет жизненных сил. скорее у него уже была депрессия, и этим он к себе привлек. Каждый контакт, он привлекает к себе куратора по вибрациям. То есть он привлек вот таких кураторов по вибрациям. Но нужно тут не обвинять этих цивилизаций в том, что они причиной является его плохого состояния и заболеваний. Они у него забирают ту энергию, которая низкочастотна для него, и ее перерабатывают можно сказать более, не то, что светлую, а ну как бы она распадается и уже идет на, например, повышение плодородия земли. То есть на те природные процессы, которые есть. А если бы эта энергия оставала в его ауре вся, которую он производит там, как я уже сказала, негативными мыслями, то возможно его иммунитет, он бы упал, упал бы его иммунитет гораздо раньше начались бы эти заболевания. В общем, раньше бы он умер, если бы они не снимали с него эту негативную энергетику, которую он проецирует. То есть он в свое поле внесет огромное количество негативно-депрессивной энергетики. А эти цивилизации, да, они деструктивны, но они с него эту энергию снимают. И он всю свою жизненную силу направляет именно на трансформацию в эту деструктивную энергию. И по закону свободной воли, соответственно, он ее трансформирует, как я называю, из единого божественного светлого потока вот в эту негативную энергетику, которая дальше снимается с него тонкоматериальными цивилизациями не очень высокого вибрационного уровня, которые дальше ее направляют на нужды, назовем так, на божественные нужды. Спасибо, дорогие. Большое спасибо. Ирина, ты видишь на экране текст? Хочешь ответить? Да, мне прочитать его? Вы что молитвы исцеляют больных раком и даже не дают заболеть раком. Но когда я лежала в онкологии, рядом лежали женщины, которые всю жизнь молились по пять раз в день. Я мусульманка, к сожалению. не отомит не говорил и от Софии я именно так услышал, что прям сами молитвы исцеляют больных. Во-первых, исцеляют больных раком или дают заболеть раком их положительные вибрации, которые есть в этом человеке. Но внешние молитвы и внутреннее состояние, они, к сожалению, не всегда совпадают между собой. Как я уже говорил, тот же самый фанатик, он может вполне искренне читать молитвы. Но это не отменяет его низкоинфляционное состояние в момент раздражения на людей другой веры, например. Это лишь самый простой пример. Даже сейчас я приведу такой пример, чтобы вы уже точно поняли, о чем я говорю. Те инквизиторы, которые были в средние века, они были из монашеских орденов, и они половину своего дня проводили именно в молитвах. А другую половину своего дня они проводили в том, что они уничтожали еретиков, оккультистов и так далее. То есть сжигали на костерах. Не просто они там их казнили быстрыми, а именно придавали огню. Другую половину этого же дня они проводили именно в молитвах. И я не скажу, что их молитвы были неискренними. Это не так. Они действительно считали, когда это делали, что они творят добро. Вот такое у них было представление о добре, которое соответствовало их вибрации внутреннему духовному уровню. Как я уже говорил, это лишь один самый грубый пример, чтобы вам точно стало понятно, что сами молитвы, сами ритуалы любой религии, они могут никак не изменить внутреннее естество человека, если не будут выявлены те причины его негативных эмоций, которые есть в нем, им самим, если они не будут осознаны, и преобразованы в свет. То есть даже и без инквизиции, если человек молится, но при этом обсуждает другого человека за то, что он не молится, если он гордится перед другим человеком своей духовностью и раздражается, когда ему об этом это уже снижает его вибрации, если он даже просто верующий человек, если это женщина, и она ходит в церковь, и просто она обижена например на своего мужа или на своих детей, что они не дают ее туда хранить, но у нее обида, и она много лет сидит в ее ауре, и она ее не может даже высказать, потому что ей стыдно в этом признаться, то это будет способствовать именно накоплению такого энергетического блока, который может привести к росту онкологической опухоли, даже без привязок к низкогибрационным плотно-модинам цивилизаций, и это по выше приведенной причине может произойти еще быстрее без цивилизаций. Я хочу привести пример, мы работали на ретрите с людьми, и к нам обратилась женщина с раковым заболеванием, и она говорит, ну я не пойму, я всех люблю, я столько света несу, я молитвы читаю, в церковь хожу, а потом она рассказывает, какие все уроды, я ей говорю фразу, я вас люблю, уроды, она говорит, да, то есть человек даже сам не осознает, что она через, она вроде всех любит, но в то же время она всех ненавидит, и для нее это уже в структуре в ее вложено, и нужно объяснить первопричину вот этой деструктивной эмоции, которая не дает ей возможности действительно находиться в свете, действительно не болеть, и люди этого не замечают сами иногда, поэтому молитва это всего лишь условность, главное ваше внутреннее состояние при прочтении молитвы, и действия, которые вы потом совершаете, когда начинаете находиться в обществе, когда начинаете находиться на работе, дома, в семье, и так далее, и тому подобное. Вот, например, во многих цивилизациях Межзвездного Союза, да, я помню, во многих цивилизациях Межзвездного Союза вообще не приняты какие-либо религиозные ритуалы, молитвы, мантры, и иные способы выражения своей любви к Всевышнему, например, на той планете, откуда кураторы Ирины Киркетон, у них там нет вообще никакой формы религии, даже самые простейшие, и они не обращаются в молитву к Богу. Вот, да, я помню, и при разговорах с Даральцем, если бы он сейчас здесь присутствовал в астральном теле, он бы сказал, что самая лучшая молитва это доброе слово вашему ближнему, самый лучший ритуал это то доброе дело, которое вы для него сделаете. Спасибо. Вы хотели бы добавить, София? Я полностью согласна, не просто согласна, а дело в том, что наши земные религии это пути восхождения к единобожию, к единому Богу, суть которого любовь. То есть то, о чем вы сейчас сказали, мы должны к этому подойти, но мы еще на этапе взросления, мы еще осознание, и поэтому важна, как я понимаю, важна и молитва, и значение молитвы, и понимание того, что вот сейчас очень здорово, что подчеркнула Ира и Максим, внутри не должно быть зла, и боли, и обиды, и еще высшие, и через кирлионографию я это получила в качестве подтверждений, учат нас правильной процедуре молитв, которая сводится к тому, чтобы мы прочитали трижды в день, утром, днем и вечером, а в исламе пять-шесть раз молитвы, которые являются подзарядкой наших батарей, нашего энергополя, которое является источником энергии и функционирования нормального каждого из органов, каждый орган тратит энергию на свое функционирование. И я читала в одной из умных книг, книга называется «Календарь спасения души». И в этой книге было написано о том, что Иисус еще не должен был уйти с земли, он должен был прожить на земле еще несколько лет и научить людей молиться, но он не успел это сделать. То есть то, что одной молитвы, прочтенной там утром или вечером, или на праздник, или выходной, крайне мало, потому что нам все время надо подзаряжать нашу энергооболочку, наш энергокаркас. И вот каково мнение наших космических друзей и наставников на эту тему. На том этапе, на котором мы сейчас находимся, на этапе постепенного понимания сознания единства религий, потом мы придем к пониманию того, что Бог для всех религий, уже сейчас все говорят, Бог один, но почему-то религии между собой все-таки как-то не очень договариваются. Значит, мы придем к тому, о чем говорил нам замечательный Айванхов, что мы придем к единой религии, религии любви, религии солнца. А на ваших планетах, наши дорогие наставники, уже, так сказать, понимание только любви, отсутствие необходимости понимания различных Богов и способов привлечения их энергии. Что нам скажут наши дорогие друзья? София, давайте я буду, давайте все-таки мы будем уже приближаться к завершению. Во-первых, то, что вы сказали, вы ничего не ответили, по сути дела. А нас задают вопрос, София, да, София, я к вам обращаюсь, потому что нас задают вопрос, а почему те женщины, которые молились не один и не два, а утро, день и вечер, почему они болели раком? Вот вопрос. А вы... Нет, нет, подождите секундочку теперь. А тут есть другое, вот, YouTube его держит, не дает показать, но я могу его озвучить. Некоторые люди всю жизнь долгую живут и не болеют, а некоторые с детства. Здесь вещь либо кармическая, либо психосоматическая. Здесь речь только кармическая, выражаясь языком Angel, тут написано. Этим все и объясняется. Можно молиться сколько угодно, с утра до вечера, день и ночь, но то, что совершено, то совершено. И болезнь это элементарно просто описывается. Именно для этого. Только мы не хотим принимать, потому что мы в этом виноваты. А как же мы можем быть виноваты? Мы ищем где-то причину в ком-то или в чем-то. Поэтому кармическое, это все, на Востоке это все элементарно объясняется. Но мы-то живем на Западе, поэтому мы не принимаем. А вот то, что болеться надо, чтобы потом опять не заболеть, как минимум, в другой жизни, скажем, это вопрос уже следующий. Майкер, сейчас. Значит, по учению Международного Союза, то, что вы называете кармой, это процесс не статический, а динамический. То есть, карма это вся совокупность опыта любого разумного духа, который воплощался во всех мирах. И плюс еще это та карма, это еще тот опыт, который есть в его настоящей жизни, настоящего тела, в котором он живет сейчас. Я хочу подчеркнуть, что карма накапливается и преобразуется только при воплощении. Потому что любое изменение кармы качественного опыта, оно возможно только при соединении с материей, так как в духовном мире там существует такое понятие, как вечность или неизменность духов. то есть, когда мы приходим в духовный мир, мы там находимся в том состоянии, которого достигли при жизни в теле, о чем говорил Кришна. Когда о чем ты подумаешь, уходя из тела, того ты достигнешь. Вон мир. Это последнее состояние. Но карма, почему это динамический процесс? Что такое динамический процесс? Это говорит о том, что сама суть кармы как опыта, физического тела как отражения этого опыта, этой кармы в настоящий момент времени. Это говорит о том, что сама карма придумана, будем говорить просто, да, хорошо, что карма, она придумана не для наказания, так сказать, нерадивых, непослушных духов по грозным страшным богам. Или что непосредственно, если человек, так сказать, совершал плохие поступки, если он грешил перед Богом, то обязательно он должен пройти определенные страдания, чтобы очиститься. Здесь суть в другом. Здесь суть в том, что снижая свои вибрации, дух, он становится воплощенный дух, он создает свое тело из тех видов энергии, которые есть в нем самом. Ну, вот из тех, ну, какие есть, вот какие он смог накатать за все свои предыдущие воплощения, в том числе и за предыдущие, и за те, которые были два воплощения назад, и так далее. Ну, весь совокупанный. Но вот он воплотился, он создал свое там тело, он воплотился, он там через эфирное тело, он создал физическое, то есть физические органы это отражение, лишь отражение эфирных копий и так далее. А эфирные копии, копии органов, они создаются на основе уже духовных структур. да, и ну, когда человек уже родился, когда он растет, приспосабливается к этому миру, к этому телу, к своим родителям, к окружению, получает новую информацию, потом он приходит в сознательный возраст, когда он уже может начать выбирать, ну, как выбирать свободно, осознавать свои поступки, то есть он уже накопил достаточно опыта в этом теле для того, чтобы как бы включить его сама осознанность. Ну, это происходит в разном возрасте, но у землянина это происходит обычно с его, как первым, как вы отправляете ребенка в школу, обычно лет 7-8. Он уже начинает осознавать, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, для него самого, ну, это в норме вот так происходит в таком возрасте. И с этого момента начинается, ну, вернее, продолжается его формирование кармы, которое было начато ранее. И в соответствии с этим формированием кармы происходит и изменение его физического тела. Он продолжает себя творить ежеминутно, ежесекундно. Вы сами, как часть Бога, вы сотворили свое тело так же, как Бог сотворил Вселенную. Это лишь отражение тела, это образ Вселенной. А вы образ Божий. Вы же слышали, что вы есть образ Божий. И сейчас то, что вы назвали ну, там, кармы, то, что там болезни формируются, это, как я уже сказала, можно объяснить, то, что формирует свое тело вот этими вот неправильными, то есть, не в свете Бога, не по правилам Бога, значит, неправильными убеждениями, это не по правилам Бога, не по его законам. то, что мы называем негативом. Мы творим сами свое тело вот именно вот таким. Но можно ли это назвать именно там отработкой, но это как урок, но он не для наказания дан, чтобы человека как бы наказать из мести, а он дан для того, чтобы сам дух осознал то, что он сделал и смог сделать правильный выбор, пройдя эти уроки. Все, мы закончили. Мы закончили, вы закончили. Последний вопрос на сегодня. Можем ли мы своей энергией приказать вирусу остановиться? Я бы хотел как психолог сразу сделать акцент на слове приказать. То есть приказывать мы никому не можем. В любом случае. Приказать вы пытаетесь над кем-то доминировать, над кем-то властвовать, а это не через свет божественной любви. Поэтому дальше ответит Дмитрий Аскалов. Ну да, приказать он понимает слово... Ну он не имел в виду приказать, конечно, а он имел в виду остановить. Остановить вирус мы все вместе. Ну можем, можете вы остановить этот вирус только в распространении этого вируса, если не менее 70% раз он уже разошелся по всей земле, значит не менее 70% землян, повысит свои вибрации настолько, что они как бы перестанут его бояться, примут его тоже за божественное творение, а он такой и есть, потому что те плазмоиды, которые создавали групповую душу для этого вируса, групповые души, они тоже состоят, они тоже являются частями Бога, они тоже являются теми же сынами Бога, что и вы. Если вы прекратите на него именно на этот вирус, и на его распространителей и спускайте негативной энергии, а примите все как в свете Бога и повысите свои вибрации настолько, что у вас не будет ни страха, ни ненависти, ни каму, в том числе вируса. Вируса, это высоковибрационная энергия, она просто изменит его свойства таким образом, что он перестанет быть верлентным. Будем говорить так, произойдет качественное, можно еще сказать по-другому то же самое, произойдет качественное изменение иммунного статуса у людей и они не восприимчивы к данным типу вируса. Это то же самое, но другая сторона монеты. Понятно. Ну, хорошо, логично. София, вы не можете с помощью молитв помочь? А, у вас микрофончик. Включите. Я могу помочь только с помощью Майкла и его канала. И в том числе мы видим и Ирочки с Максимом, которые подтверждают, ну, можно сказать, правильность основного направления, которое выбрано и по которому мы идем. И за что огромное спасибо и огромное спасибо нашим духовным наставникам, братьям, учителям. И я так понимаю, судя по тому, что говорила Ира и потому, что звучит у меня в голове, они очень часто со мной бывают рядом и работают. Подтвердят они это или нет, Ирочка? Ну, вы же в контакте были, вот уже МИД даже почувствовала. София, давайте сделаем так, мы с вами состыкуемся отдельно, выделим час для того, чтобы поговорить на более интимные темы в отношении к контакту и простройке и обратной связи именно от нас, с кем у вас контакт, с какими сущностями, может быть, духовный мир, тонкоматериальный мир, гуманоидные цивилизации. Мы дадим по возможности абсолютно обратную связь, нормальную, того, как мы это понимаем, как мы это представляем с точки зрения Миродного Союза. Поэтому нам с вами нужно обязательно состыковаться. И к вам хочу вам выразить огромную благодарность действительно за тот свет, который вы несете. И вы, как настоящие ученые, пытаетесь соединить материальное и духовное, вот как раз выражаясь через эти снимки Корлеана, фотографии, через осознание молитвы и действия этой молитвы на физическом уровне. Поэтому огромное вам отдельное спасибо. Взаимно, дорогие мои, взаимно. С огромной любовью к вам и к нашим высшим наставникам, нашим советчикам, нашим учителям. Спасибо. Огромное благодарность. Майкл, и тебе огромное спасибо за такую возможность нам общаться с такими людьми. Да, ну, да, все взаимно, все взаимно. Я хочу сказать, теперь все будут узнать, точнее, София узнает, что у нее в голове, а то вот она спрашивает, хотела бы узнать. До знакомства с Ириной я тоже думал, что я ку-ку. Ага. Поэтому все нормально. Да, дорогие друзья, чтобы было понятно тех людей, которые пришли сюда, и, может быть, не все вопросы были заданы, их было немного занято, но сегодня программа была специфическая. В принципе, она планировала, что я буду задавать вопросы, там со мной будет общаться. Но вот, уступая просьбе Софии Бланк, я решил дать, так сказать, возможность, чтобы она задавала эти вопросы. Поэтому интерпретация была, на мой взгляд, интерпретация снимков была, ну, очень и очень даже адекватна. Поэтому я выражаю свою благодарность нашим братьям по-разному. Очень и очень адекватно было, вот абсолютно со стороны, не со стороны меня, как материальной сущности, скажем так. Вот. Я хотел бы поблагодарить вас, дорогие друзья, всех за участие в наших эфирах. Мы будем продолжать, вообще-то говоря, мы узнаем, вот, после общения Софии, там, как ее, поменяется ли умозрение по этому кристаллу Андара, да, и так далее, и так далее. Хорошо, на этом мы прощаемся с вами. Всего доброго. Майкл, можно одну ремарку, дорогие? Одну. Сегодня в жизни человечества началась другая фаза. И за это огромная благодарность прежде всего нашим космическим друзьям впервые наука небес объединяется с нами, с представителями, ну, пусть скромными, на земной науке на благо общее и высших цивилизаций, и нас, пока еще очень примитивных людей. Благодарность огромная. До встречи, дорогие. Очень, очень ожидаемой встречи. Всего доброго. До новых встреч. Пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин